Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 непосредственно на слуху, оно исчерпывается тем, что ребенок учится непосредственно для жизни. Потому что его знания, которые он получил, начиная с детского сада, его как раз-таки умения, которые постепенно переходят до автоматизации и уже формируются как навык, они ему позволяют развиваться не только в зоне как раз-таки актуального развития, но и в зоне ближайшего развития, как выделял всем известный психолог Лев Семенович Выгодский. И посмотрите, как интересно прописывается как раз-таки на данной ступени, для того чтобы вы могли широко, так скажем, смотреть вдаль, на ступени как раз-таки основного общего образования целый курс внеурочной деятельности этому посвящен. То есть здесь уже, когда личность созрела, более зрелого такого возраста, когда она может непосредственно отвечать за свои поступки, естественно возникает желание того, чтобы раскрыть компоненты этой функциональной грамотности. Обращаю ваше внимание, что диапазон как раз-таки жизненных задач, который описывается в ракурсе этой программы, он раскрывается в различных сферах. Это не только наука, это не только творчество, это не только понятие самообслуживания и так далее. Но самое важное, чтобы вы обратили внимание на следующий характер, то что каждый из этих компонентов функциональной грамотности, это читательский, как раз компонент математический, естественно научный, глобальные компетенции, в том числе финансовая. И обратите внимание, да, креативное мышление. Вот здесь вот добавляется как раз-таки понятие креативного мышления. И если будет интересно, здесь для вас QR-код как раз-таки выставлен для того, чтобы вы могли скачать доклад как раз-таки международного исследования, который называется «Универсальные компетентности и новая грамотность от лозунгов к реальности». Там расписываются различного рода компетенции, как, например, взаимодействие с собой, что важно для наших юных, так скажем, обучающихся, в первую очередь взаимодействие с собой и взаимодействие с другими. Потому что многие, даже завершая непосредственно ступень дошкольного образования, не умеют коммуницировать лишь потому, что не смогли, так скажем, адаптироваться. А о чем же можно говорить, если, допустим, ребенок абсолютно не посещал детский сад по каким-либо причинам? Естественно, возникает, как вот снежный ком накладывается друг на друга, и получается огромная задача, которую нужно решить в первую очередь этой личности. И после того, как будет как раз-таки разрешено, проблемная ситуация будет разрешена, естественно, личность уже чувствует себя комфортно и гармонично развивается. Но, как показывает практика, либо родители, или их законные представители, или педагог, непосредственно, я здесь подчеркиваю, не только учителя предметника, либо учителя начальных классов, в том числе и воспитателя, воздействует как раз-таки либо в сторону прогресса, или наоборот регресса. И, конечно же, посмотрите, насколько интересен этот курс, потому что в этом курсе как раз-таки предлагается и методическое обеспечение. Всем известна платформа как раз-таки российской электронной школы. Она используется многими учителями, и даже есть варианты, чтобы родители могли точно так же зарегистрироваться на этой платформе. И предлагается как раз-таки в ресурсе издательства просвещения рассмотреть их учебные, так скажем, пособия для того, чтобы погрузиться в понятие функциональной грамотности. И, говоря далее, хотелось бы подчеркнуть следующее, то, что, конечно же, полноценное личностное развитие школьников и создание условий для его социализации рассматривается постепенно и начиная с читательской грамотности. Именно с читательской грамотности начинается этот курс. То есть, кроме того, что идет пропедевтический момент, да, вводится понятие функциональной грамотности, рассказывается о его составляющих, как, например, сейчас мы с вами бегло еще раз вспомнили о составляющих функциональной грамотности. Конечно же, читательская грамотность является одной из базовых, как раз-таки, компонентов, которая позволяет ребенку рассмотреть и работать правильно с информацией. Есть такого рода заблуждение, когда слышат понятие читательской грамотности, то думают, что это, наверное, работает на литературном чтении, ну, например, при чтении каких-либо сказок. Абсолютно ошибочное мнение, потому что ребенок, конечно же, он в первую очередь должен уметь работать с информацией. А информация может быть представлена как в текстовом формате, так и, конечно же, например, в электронном виде. И, конечно же, данная информация может быть включена и в режимных моментах, допустим, с воспитанником в детском саду, когда многие из воспитателей во время режимного момента проводят занятия для того, чтобы как раз-таки продемонстрировать свое взаимодействие с воспитанником. Воспитанникам создаются благоприятные условия для того, чтобы развивались области, конечно же, его развития. И здесь возникает вопрос следующего характера. А как формировать тогда эту читательскую грамотность? Чуть далее, после нескольких слайдов, вы увидите как раз-таки, какие существуют умения и действия и возможные варианты по формированию читательской грамотности. Но я думаю, что вы люди грамотные, естественно, сумеете найти в этом как раз-таки зерно, так скажем, для себя непосредственно практического характера. Математическая грамотность тоже является одним из компонентов. И самое важное здесь, по крайней мере, в рамках курса формируется понятие пространственных форм и количественное отношение. Ну, например, сразу же возникает такого рода упражнение, точнее даже задание, когда спрашивают у ребенка, а что тяжелее, 1 кг пуха или 1 кг, например, железа. Даже для детей подготовительной группы в детском саду данный вопрос как раз-таки создает условия того, чтобы он начинает что делать? Конечно же, мыслить. Он начинает напрягать все свои операции мыслительные для того, чтобы выделить и обосновать свой ответ. Если, конечно же, у ребенка возникает ответ такого рода, что 1 кг пуха легче, чем железо, потому что мы понимаем, что как раз-таки металл намного тяжелее, задумайтесь, насколько он готов, например, к учебной деятельности. Потому что если изучать как раз-таки методики по пиаже, непосредственно определение того, что из них тяжелее, как раз-таки является понятием того, что как ребенок, например, может дифференцировать вообще понятие веса. Ну, здесь также есть как раз-таки приемы, которые используются в рамках деятельности не только воспитателя, но и как раз-таки учителя начальных классов. Ну, например, вспомните всем известный также прием, когда, например, у вас, вы, точнее, перед своим воспитанником, да, даете на выбор как раз-таки два пластилиновых шарика, да, и спрашиваете, какой из них, например, там больше или меньше. Конечно же, ну, ребенок видит перед собой там какого-то цвета колобочки, но нужно понять, какой из них больше. Возможно, он ответит, они абсолютно одинаковые, равные, да. Если, например, представить следующую картину, что вы прямо перед его глазами, перед ним, начинаете один из них просто разминать, да, он стал плоским, например, там какую-нибудь колбаску превратился, снова задайтесь вопросом, а теперь какой из них там, например, больше весит. Естественно, дети чаще всего отвечают, что вот которая вот стала колбаской, она стала больше, да, но ведь на самом-то деле вы же не прибавили, не отняли кусочек пластилина, а просто форму превратили другую, да, была шарообразная форма, а теперь стала вот другой. И, например, тоже есть подобные, не то, что я не люблю слово эксперимент, но, однако, есть такой прием, как, например, вы ставите два стакана с водой, наполненные на одном уровне, ребенок замечает, что они одинаково, да, заполнены, потому что ведь наглядно видно, что вот два уровня как раз-таки воды, и потом просто из одного стакана переливаете в другой, более такой вытянутой, да, формы. Снова задается вопрос, а где теперь больше стало воды? Ну, некоторые отвечают, что как раз-таки, которые вытянуты, которые якобы выше, стало, естественно, воды стало побольше. Почему эти приемы сейчас были прокомментированы? Лишь потому, что такими интересными способами даже родителями или законными представителями можно понять, насколько ребенок готов к школе, насколько у него возникает вот это как раз-таки пространственное мышление, каким образом он количественные отношения сопоставляет, как у него развита вот эта функциональная грамотность, потому что мы с вами понимаем, люди взрослые, что везде стало, как было, так и осталось, потому что мы ничего не добавляли, тем более при нем обязательно нужно делать, при ребенке, да. Но это очень интересный наглядный материал, когда дети замечают, что оказывается, на самом-то деле, все осталось на том же уровне. То есть для детской как раз-таки психики, в том числе для познания мира, это очень интересные такие упражнения по развитию как раз-таки понятия функциональной грамотности. И они не мной придуманы, они как раз-таки разработаны психологами, в том числе вот названным психологом это Пиажи, который и рассматривал возрастную периодизацию, в том числе на уровне Выгодского и остальных. Посмотрите, следующий компонент, который непосредственно раскрывается в курсе, это естественно-научная грамотность. Естественно-научная грамотность, это как раз-таки способность человека занимать активную гражданскую позицию. Почему здесь именно связано с естественно-научной грамотностью? Ну, во-первых, потому что когда многие из детей хотят стать учеными, например, кто-то, например, говорит, я президентом хочу стать, кто-то там блогером и так далее, у него возникает потребность, потребность того, чтобы он, как зрелая личность, непосредственно мог воздействовать на других, то есть стать популярным. Можно, конечно, связать это с наукой, потому что даже, условно говоря, быть хорошим блогером, это тоже целая наука, но, однако, формирование готовности интересоваться естественно-научными идеями закладывается в этой грамотности, в рамках курса. Далее мы рассмотрим, конечно же, финансовую грамотность, потому что финансовая грамотность, всем известно, что даже в детских садах приглашают, например, сотрудников банка, допустим, или налоговые службы. В школах точно так же реализуются такие мероприятия, когда детям рассказывается о понятии бюджета, о понятии купюры, банкноты или, например, непосредственно о таких терминах, как расход, допустим, доход и так далее. Для того, чтобы дети уже с малого понимали не только, как уметь правильно, допустим, распоряжаться своим бюджетом, но и в первую очередь подкованы были финансово, потому что даже, например, понимание того, что в Российской Федерации существуют, допустим, свои номиналы как раз-таки, да, и мы понимаем. То же самое можно на примере рассмотреть другой какой-либо страны, где как раз-таки количество совсем по-другому распределяется, допустим, номинала, например, там, тысячи рублей. Ну, как вариант, потому что дети настолько сейчас в этом отношении стали мобильные, они иногда, порой даже быстрее взрослых начинают размышлять, и для них это, конечно же, связь идет и с математической грамотностью, потому что умение счета, размышления, понятие как раз-таки широты познания, все это аккумулируется в одно единое, это грамотность. Ну и, конечно же, кто, какой ребенок, точнее, наверное, взрослый, не хотел бы, чтобы его ребенок был грамотным. И глобальные компетенции, они выделяются здесь отдельно, как и в ракурсе компонентов функциональной грамотности, как раз-таки глобальные компетенции, они предлагаются для того, чтобы развивали и способствовали развитию критического и аналитического мышления. Само понятие критическое мышление, оно, конечно, схоже по звучанию с креативным мышлением, но заверю вас, что это разные понятия, лишь потому что критическое и аналитическое мышление, оно как раз-таки направлено на взаимодействие, на межкультурное взаимодействие, на умение выявлять и оценивать различные точки зрения. А вот если рассматривать креативное мышление, которое как раз-таки идет следующим модулем в этой программе, то здесь есть момент того, что формирование такого нестандартного мышления, то есть если существует какая-то проблемная ситуация, то ребенок может ее решить нестандартным способом. Точно так же рассмотреть, например, как из, допустим, бытовых отходов можно получить какой-то другой продукт, или, например, точно так же, как из подручных материалов изготавливаются, допустим, не только всем известные, например, поделки, но и одежда и так далее. То есть это нестандартный способ мышления. Точно так же, как, например, задаются такие задачи, но вспомните, когда нужно, данная задача даже была описана у Сухоминского Василия Александровича в произведении «Сердце отдают детям», где как раз-таки идет описание того, что дети, его ученики, размышляли над таким заданием, направлено на формирование как раз-таки мышления, что нужно как раз-таки переправиться с одного берега на другой волку, козе и капусте. Каким образом нужно переправиться? И там было условие, что если, например, мы понимаем, что коза может съесть капусту, что, например, волк может съесть козу, и что, например, переправляться, как раз-таки лодка там буквально занимает одно место, да, что нужно всего лишь в минимальных количествах переправы выполнить. И, конечно же, дети размышляют, они начинают нестандартно мыслить, они начинают думать. Здесь сразу же вспоминается и прием креативного мозгового штурма, как раз-таки, когда во время, допустим, понимания того, что необходимо выполнить задачу за определенное время, дети начинают как раз-таки накидывать различные творческие идеи. Это очень интересно наблюдать, потому что порой такие идеи приходят в голову наших юных, так скажем, исследователей, что диву даешься. Вот попробуйте сами, например, дать им какую-то социальную проблему или, например, интересную задачу, и они начинают решать, каким образом это можно, так скажем, разрешить ситуацию. Здесь на слайде буквально прицеллено для того, чтобы вы видели обзорно, да, каким образом примерно выглядит как раз-таки структура этой программы, но не буду останавливаться подробно, потому что все-таки это для вас информация, так скажем, для того, чтобы вы в перспективе предполагали, знали, что такое существует, но я думаю, что вы прекрасно понимаете. И вот непосредственно проговаривая о всех этих компонентах грамотности, единая картина выглядит функционально грамотностью таким образом, да, что между собой каждый из компонентов, он как раз-таки взаимодействует, да, и обратите внимание, что здесь не зря выделена как раз-таки читательская грамотность, в том числе и существуют все остальные компоненты, которые раскрываются, например, в ракурсе внеурочной деятельности на ступени основного общего образования. Но обращаю ваше внимание, что, конечно же, отдельные компоненты функциональной грамотности, они раскрываются согласно ГОС и в том числе ФОПам, которые уже есть на сайте, раскрываются как на ступени дошкольного образования, в том числе и начального общего образования. И вот давайте мы с вами теперь посмотрим более подробно одно из как раз-таки интересных и в том числе базовых компонентов этой грамотности – это читательская. Что в себе включает читательская грамотность? Но вы прекрасно понимаете, что это, конечно же, способность использовать и оценивать, например, текст, размышлять над ним, да, потому что многие дети, читая, допустим, текст, не всегда осознают не только главную идею мысль, если говорить о литературном чтении. Если читает математическую задачу или, например, по окружающему миру какой-то текст, допустим, по истории и так далее, есть момент того, что дети не видят подтекст, им сложно передать мысль. Если вспомните любую математическую задачу, где есть как раз-таки такие условия, как, например, там, допустим, ну, условно говоря, три подружки там, например, пошли в гости в платьях, да, например, Катя жёлтого цвета, а вот Маша и, например, там, Ира, допустим, как вариант, да, ни зелёного, ни такого-то, и то есть есть условности. И нужно вот эти условности решить и определить, какие всё-таки, какого цвета платье выбрала каждая из девочек. Можно, конечно, и усложнить и дать абсолютно запутанные условия. Вот как раз-таки с разбором подобного рода задач дети и проявляют свою грамотность. Но вспомним на уровне детского сада, когда мы точно так же им даём возможность поразмыслить, подумать. Не стоит спешить сразу выполнить всё за ребёнка, потому что есть момент того, что не только родители, в первую очередь родители бегут, конечно же, помогать своим детям, там, допустим, во время даже утренников чуть ли соскочить, неохота со стула, чтобы быстренько помочь, там, добежать, собрать, классифицировать, ответить, но и даже порой воспитатель позволяет себе как раз-таки выполнить, скажу так, медвежью услугу. Почему? Потому что ребёнку не дали возможность подумать. Дайте ему время подумать. Да, это долго порой, возникает большое количество вопросов в голове ребёнка, а вот это как раз-таки и полезно, потому что он начинает думать, он начинает размышлять, выстраивать, так скажем, цепочки связей между собой, логически рассуждать, выполнять умозаключения, определять явно-неявные признаки. И вот как раз-таки читательские умения, они помогают не только воспринимать тему и идею, но и способность выстраивать свои собственные тексты, умение читать и понимать текст. Вот сейчас как раз-таки хотела с вами поделиться таким интересным тоже приёмом, когда, допустим, вы даёте карточки для ребёнка, это чаще всего предполагается работа такого рода как раз-таки у детей дошкольного возраста, когда перед ним у карточки, и нужно составить рассказ. А вот, допустим, он составил прекрасный рассказ, а вы возьмите и первую карточку поставьте в конец. И как раз-таки есть момент того, что существует вариант, чтобы ребёнок непосредственно смог составить заново. А если, допустим, в этом как раз-таки, в этой цепочке событий, вы уберёте одну из картинок, а теперь ребёнок попробует составить снова. Ну, я тут уже сразу вижу вопросы ваши, постараюсь в конце на них ответить, потому что всё-таки время у нас идёт, и обязательно отвечу. Прокомментирую. Смотрите далее. Есть момент того, что читательские действия, которые связываются с нахождением извлечения информации из текста, предполагают как раз-таки не только поиск, то есть бегло проанализировать текст, но и извлечение, то есть выбор и предъявление как раз-таки конкретной информации, которую вы задали. Вот здесь вот, например, есть момент того, что ребёнок может работать, допустим, с какой-то информацией, представленный, ну, например, на страницах любимой книги. Всем известна, например, сказка «Лиса и журавль», она изучается как раз-таки в период начального общего образования, но есть дети, которые уже слышат об этой сказке чуть ранее, когда мы пытаемся как раз-таки всегда же с опережением ребёнка развивать. Естественно, расскажем и не только про эту сказку, но и о других, чтобы ребёнок уже согласно своим возрастным особенностям в рамках преемственности понимал в будущем, о чём это, например, сказка. И, конечно же, нравственное и патриотическое воспитание развивается у детей в том числе. И смотрите далее. Если есть момент того, что прошу ваши вопросы потом продублировать в чате как раз-таки вопросов, там есть окошечко с вопросом, либо же чуть позже, когда завершу непосредственно вебинар, ещё раз прокомментирую. Уже три вопроса увидела. Спасибо. Читательские умения. Посмотрите внимательно, что если мы говорим об определении наличия либо отсутствия информации, есть вариант того, что как раз-таки ребёнок знакомит со сказкой, когда, допустим, может родитель прочитать, или, например, учитель, а может быть и воспитатель познакомит. Буквально недавно прошла целая серия мероприятий, когда детей как раз-таки в детских садах знакомили со сказками. Ну, допустим, как непосредственно в нашем регионе, Республике Башкортостан, проходила целая серия мероприятий для того, чтобы дети познакомились со сказками, читали не только всем известные, но и в том числе интересные сказки народов нашей республики. И посмотрите, для того, чтобы ребёнок понимал как раз-таки текст, для него очень интересно будет изучить его вместе с вашим непосредственно родителем либо законопредставителем, и в том числе воспитателем. Почему? Потому что извлекая ту или иную информацию, у ребёнка возникает большое количество вопросов. Ну, например, а почему вот, допустим, лиса подала на блюдце, на непосредственно, да, может быть, есть момент того, что нужно объяснить, почему на такой посуде более плоской была подана, да, еда. Или, например, тот же журавль. Почему ему было, допустим, как раз-таки желание подать в иной форме посуды, более вытянутой, как вот сосуд как раз, чем-то похожий, даже можно объяснить ему на вазу. Но самое интересное, что у детей возникают вопросы различного рода. Но здесь важна помощь как раз-таки во взаимодействии взрослого. И кто это будет взрослый? Ещё раз говорю, либо родитель, или воспитатель, учитель, либо, может быть, брат, сестра. Но самое главное, чтобы на эти вопросы грамотно ответить. Конечно же, нужно время дать подумать. Мы не можем его торопить. Время дать подумать, это не означает, что вы сидите полчаса и думаете. Естественно, вы, уже параллельно отвечая на вопрос, конечно же, вы начинаете его наводящими вопросами подталкивать на верный ответ. Но открытым текстом дать ответ мы не можем. Почему? Ещё раз повторяюсь, лишь потому, что дети должны размыслить. Ну, например, есть вопрос такого рода, допустим, если вы, как вот, например, родители, мы просим, например, сказать, просим найти какую-то, допустим, игрушку или какой-то иной предмет, и ребёнок спрашивает, а где она? Вот вы можете прокомментировать, что, например, лежала там на полке, допустим, такого-то там шкафа, может быть, цвета и так далее. Но вы можете проговорить, вспомни, пожалуйста, ведь ты только что с этой игрушкой играл, например, или положил куда-то там, допустим, шкатулку, книгу, да что угодно. То есть вы сначала даёте ему возможность подумать. Если он вспоминает сразу же, прекрасно, если нет, то что тогда? Ну, давай мы с тобой ещё раз вспомним, где ты последний раз это видел? И ребёнок начинает задумываться, где это реально было с ним, что происходило тогда, вот буквально минуту назад, два, две минуты, пять минут назад. И начинается вот это как раз-таки внутренний такой мозговой штурм. Если прямым текстом сказать, вот, например, там, я не знаю, принеси вот эту игрушку или книгу, она у тебя лежала там в шкафу, на первой полочке, открой, пожалуйста, и принеси. Вы даёте ему готовый наш маршрут, как навигатор, который диктует, допустим, пройдите туда, налево, направо, а вот маршрут-то может быть тоже разный. И не всегда в одну точку мы можем переместиться как раз-таки ровно по маршруту, который мы и вдумаем. Если проговаривать уж, буду отвечать на данный вопрос, так уж получилось с примером. Мне здесь задали вопрос, сколько минут-то надо подумать. То есть, допустим, во время занятия, да, чаще всего мы понимаем, что дошкольном образовательном учреждении, конечно же, во время целого дня происходит рамка как раз-таки в ГОС и в том числе программы, структурно, так скажем, режимный момент. И мы понимаем, что дети бывают разные, не только в детских садах, но и на уровне основного общего образования, начального общего образования. И здесь есть понятие того, что дифференциация, индивидуализация. Одни дети, например, даже поделку к 8 марта, например, да, выполняют быстро, если вы даже уже заготовки дали. Осталось только, условно говоря, приклеить, да. Взять как раз-таки, рекомендуется брать кисточку и клей жидкий, но сейчас в некоторых садах используют даже клей-карандаш, но именно по рекомендациям идет вот эта кисточка, потому что ребенок должен понимать, как макнуть, сколько взять, каким образом, допустим, салфеточкой протереть и так далее, и тому подобное. То есть это есть понятие не только элементарного того, что мы должны придерживаться прошлых, так скажем, моментов, но и в первую очередь его развития, потому что клей-карандаш легче всего. Размазал и все. Повел, допустим, этим карандашом, закрыл крышечку и поставил на место. А вот попробуй с кисточкой и клеем как раз-таки жидким, как ПВА, например, попробуй поработать. Здесь уже нужно, знаете, сколько действий выполнить мыслительного характера ребенку, потому что он может макнуть, много взять, он может взять чуть-чуть совсем, он может увидеть, как он растекается и так далее. Понятие «подумать» все зависит от индивидуальности личности, потому что если мы рассматриваем ребенка как раз-таки в уровне подготовительной группы, либо, допустим, рассматриваем как раз-таки в преемственности первый класс, условно говоря, возраст, ну давайте возьмем 6-5, пускай 6 лет, 7, потому что порой бывает, что рано уже дети начинают ходить подготовишки, это все, опять же, условности родителей, потому что мы, как родители, в первую очередь хотим, чтобы ребенок наш саморазвивался. И, естественно, возникает желание того, чтобы ему помочь. Но еще раз говорю, здесь не стоит сидеть и отсчитывать по таймеру время. 5 минут прошло, все, отвечай. С таймером здесь нужно уже работать, когда дети постарше, ну, например, в районе там 2-го класса детям можно дать, допустим, домашнее задание, когда он выполняет, если вы видите, что он отвлекается, это реально работает, поставьте таймер, он должен видеть, как он с каждым днем либо быстрее этого времени выполняет, да, либо он, например, как раз-таки выполняет в рамках этого времени. Это же не означает, что вы ровно 30 минут выдаете, даже взрослый порой за 30 минут не успевает выполнить все, что хотел бы. А ребенку нужно больше времени, тем более, что он еще индивидуально может размышлять по-разному, отвлечься. Ну и проговариваю как раз-таки о беглости и информации. Хотела бы ответить на следующий вопрос, раз уж так пошло, мы отвечаем параллельно. Есть минимум, да, согласно как раз-таки в ГОС, начального общего образования, что первому даже году обучения ребенок должен прочитать, как вы правильно подчеркнули, 20-40 слов. Но есть вариант того, что это как раз-таки на ступени начального общего образования. Есть большое количество примеров, когда те же самые учителя, те же самые родители вводят на занятия по скорочтению, начинают как раз-таки мотивировать ребенка на чтение. И дети уже в первом классе, вот по крайней мере, да, читают даже более, 100 слов читают, 200 слов читают. Это реальные цифры. У меня ребенок во втором классе, когда сейчас, да, во втором классе, в первом классе у них был школьник, одноклассник, который в первом классе читал 200 слов в минуту. Вот их начальный срез, когда провели осенью, у ребенка было такое количество. И как бегло читает, насколько бегло читает. Ну давайте теперь возьмем уже дошкольный возраст. Младший ребенок у меня начал читать прекрасно с 5 лет. Никаких каких-то там упражнений я с ним отдельно не проводила. То есть просто видит, что читает взрослый, что читает старшая. И вот это вот ощущение конкурентоспособности, что я тоже хочу, я тоже могу. А я не маленький. Даже дети в детском саду часто говорят, я не маленький, особенно когда уже переходит в старшую подготовительную группу. Ой, ясельки! То есть они уже ощущают себя взрослыми. Есть момент того, что ребенок начинает учиться читать. Но важно здесь понять одно. Даже если он читает по слогам, ну возьмите букварь Жуковый, по которым тоже подготовишки часто занимаются, либо, например, другие учебные пособия. Если ребенок бегло, имеется в виду, может видеть как раз-таки текст и ответить на вопросы, соответствующие ему возрасту, соответствующие его возрастным особенностям. Это и называется беглость. Это не значит, что быстро. Беглость — это навык чтения, который не синоним пониманию быстро. Вот это освойте. Потому что есть понятие осознанность, беглость и выразительность. Это навыки чтения. И навык чтения беглость, еще раз говорю, это не быстрота. И поэтому, когда, например, ребенок читает, перебегу на как раз-таки начальное звено, технику чтения проверяет в основном учителя, а в первом классе там любит, в начале и в конце года, во втором классе, в третьем, четвертом. Согласна как раз-таки в ГОСП, количество слов, которое прочитано. Первый класс 20-40, второй класс 40-60, третий класс 60-80, четвертый, 80-100. Это минимум. Это минимальный порог, потому что дети разные. И сейчас даже, если ребенок имеет особенности, многие взрослые родители, законопредставители, не соглашаются с этим, не подтверждают, что он особенный. И поэтому этот ребенок находится со всеми. Естественно, минимальный порог обозначается такой. Поэтому, когда, допустим, ребенок в классе прочитал 200 слов, а у меня дочь прочитала 160, для нее было, а мама, почему вот 160, а у кого-то 200? Это, говорю, превосходно. Превосходно. Это нормально. Это даже выше всех норм. Потому что, в принципе, 160 слов в минуту, это хороший результат в первом классе читать. А для нее было видно, что еще больше результат. Что происходит? Происходит момент того, что если есть какой-то конкурент, нужно его что? Преодолеть, да? Соревнование начинается между собой. Но только не задумывается взрослый, как педагогический работник, который должен не давить на скорость чтения, а должен давить на понимание. Открыл текст и быстренько взглядом пробежался, посмотрел, что здесь так вот есть. Зацепился. А вот здесь вот, например, жили-были начиналось, а вот тут, оказывается, там, допустим, в теремок попала там мышка, а вот тут, оказывается, пришла там, допустим, лисичка, а лисичку сестричкой зовут. Вот это и есть как раз-таки беглость. То есть как он варьирует в тексте, как он плавно может выделить и определить как раз-таки информацию во фрагментах. Ну и проговаривая про ПИЛС и ПИСа, то же самое хочу проговорить, чуть дальше у меня на слайдах это будет, в том числе связанно с этим текстом. Вы заметили, что понятие вообще функциональной грамотности, оно влилось с международной практикой. И читательскую грамотность как раз-таки изучают по ПИЛС. Просто есть момент того, что существуют еще другие компоненты грамотности, их изучают по ТИМС и по ПИСа. Но смотрите, самое важное, что в четвертом классе как раз-таки читательскую грамотность рассматривать по международным исследованиям ПИЛС. И есть даже целые сайты московских школ, вы можете пройти, посмотреть, можно в онлайн-формате рассмотреть как раз-таки сам этот тест пройти, диагностику пройти. Вот здесь мы не будем ввиду регламента времени проходить этот тест, но если интересно, посмотрите, в онлайн-формате есть. Целая московская школа представляет как раз-таки на сайте пробные варианты для того, чтобы замерить свою функциональную грамотность, а именно читательскую. Предлагается большое количество вариантов, и вы можете выбрать не только по читательской грамотности, но и по другим компонентам. Давайте, мои уважаемые, продолжу. Спасибо за вопрос, это всегда радует спикера, потому что, значит, слышит, слышит и слушает. И вот как раз-таки читательские умения, которые рассматриваются, вот, допустим, сказка, руссконародная сказка «Гуси-лебеди». Да, она изучается в начальных классах, но я уверена, что большинство воспитанников, они их тоже слышали, потому что об этой сказке, которая учит, слушает со своих родителей, да, учит как раз-таки такому более уважительному отношению к мнению родителей, к слову родителей, но и понимание того, что здесь есть момент, обратите внимание, да, что девочка, которая вот как раз-таки пошла спасать своего брата, насколько она была избалована жизнью, то если вспомните, что она даже проговаривает, когда молочная река просит выпить непосредственно киселька, то она отвечает, что даже сливки у них в доме-то не едятся, а еще вот кислые твои там, как раз-таки молочные реки, она отвечает, что если у них в доме сливки не едятся, то здесь подавно она не будет даже пробовать. Или, например, то же самое с яблоней, что молодильные яблоки, да, мы понимаем, что это вкусные, естественно, яблочки, прекрасные, точно так же игнорируются, да, непосредственно в их доме, а то тут какие-то дикие яблоки, она есть не будет. То же самое в печке отвечает, то есть есть момент того, что просвеживается как раз-таки отношение ребенка к тем или иным как раз-таки предметам. Даже если рассмотреть тут трудовое воспитание, то налицо, насколько девочка демонстрирует как раз-таки свое воспитание. Ну и, естественно, после того, как она получила такой урок жизненный, да, она уже здесь для того, чтобы спастись, для того, чтобы выполнить непосредственно самое важное, спасти своего брата младшего, да, она уже согласна и попробовать с молочной реки, и съесть пирожок, и в том числе и яблоки кислые съесть, лишь бы только обоспастись. То есть есть момент того, что сказка имеет как раз-таки очень глубокий смысл. И большинство деток как раз-таки изучает эту сказку не только в возрасте начальных классов, но еще ранее. И на самом деле она позволяет как раз-таки формировать не только читательские умения, но и в том числе идет личностное развитие согласно направлениям воспитания. А направление воспитания у нас прописано снова уже в стандарте. И вот здесь, наряду с тем, что ребенок находит аргументы, находит как раз-таки понятие мотива, находит идейность, да, этого произведения, может быть, концептуальную информацию может очертить. Обратите внимание на то, что следующий как раз-таки у нас слайд представляет, если до этого мы читательские умения рассматривали, да, там поиск, например, да, информации рассматривался, то здесь уже идет интеграция, то есть связка идет, да, между собой, или толкование. То есть каким образом читатель понимает, каким образом он соединяет элементы текста. Еще раз проговорю, что здесь не идет речь только о том, что он вот взял книжку и тебе буквально за минуту прочитал все. Это означает, что он пусть хоть и сидит пять минут с этой маленькой сказкой, ну, допустим, колокол читает в детских садах, как раз-таки читает такого рода более короткие сказки, когда идет меньше информации для того, чтобы ребенок мог себя реабилитировать. Если мы уже рассматриваем ученика начальных классов, естественно, для него колокол будет не по возрасту. Мы читаем уже более сказки, но уже другого как раз-таки содержания, где уже текст идет побольше, предложения уже шире, распространенные, где идет как раз-таки идейность, она скрыта, то есть нужно будет интерпретировать ее под текстом и так далее. И вот как раз-таки в примере хотела предоставить по поводу примера осмыслений и правильного аргументирования текста, оценки формы текста. Такой интересный как раз-таки рассказ, посмотрите внимательно сейчас, вот, да. Это всем известный Николай Носов, рассказ «Метро». Он изучается также на ступени начального общего образования. Здесь уже предлагается такое задание выполнить, ведь это задание можно выполнить совместно с родителем, либо воспитателем, в том числе при изучении, например, той же самой ранее названной сказки «Колобок». Например, нужно будет назвать сказку, да, здесь предлагается рассказ. Мы всем знаем, что здесь представляется метро, где как раз-таки мальчишки не послушались родители, точнее маму и тётю, да, там, получается, описывается, что они приехали в гости, и потом выходят в метро и заблудились. Конечно же, описывается прекрасно, как они переживали, какие эмоции чувствовали, как у них переполнялась душа, когда они увидели своих родных, любимых, да. И вот здесь самое важное, что ребёнок заполняет на основании как раз-таки изученную целый текст, целую таблицу, да, «Как бы поступил я?» Ведь здесь не обязательно, чтобы было, например, написано безошибочно, но задайте ему вопрос, «Как бы ты поступил?» «Как надо было бы поступить?» То есть родителю предлагается, например, ответить, либо взрослому. И, конечно же, всё это предусматривает такие вот интересные вопросы, предусматривает развитие понятия грамотности. То есть текст расчленяется буквально на части, и, конечно же, каждый из этих частей отвечает на те или иные вопросы. Читательские действия связаны с использованием информации из текста. Это следующий, так скажем, как раз-таки уровень непосредственно читательской грамотности, который предполагает, что читатель может выдвинуть свою гипотезу, да, формулирует на основе текста информации, которую он получил, предположение. Ведь предположение как раз-таки это и есть умозаключение. То есть если, например, градусник показывает температуру, там, ну, не знаю, плюс 7 градусов, значит прохладно, а может быть для кого-то это тепло. Но всё-таки есть момент того, что ребёнок начинает задумываться. Прохладно. Но в сравнении с тем, что ранее было, например, может быть, это тепло. Потому что ощущение как раз-таки вот этого перехода с зимы на весну, порой даже плюс 7, для нас кажется, что уже теплеет. Или, например, если мы видим, что идёт дождь, ребёнок делает умозаключение, надо взять зонт. И если нет зонтика, ну вот, например, нету зонтика, хотя бы капюшон надеть. А можно ли, например, обувь поменять. То есть это опять же идёт какая-то работа с информацией. В первую очередь, основанная на умозаключениях. И далее, здесь также существует несколько приёмов. Обратите внимание, послание для героя или толковый словарь. Здесь можно составить точно так же. То есть это всё зависит от вашего настроя и воображения, в первую очередь. Потому что вы можете это вместе составить, вы можете проговорить и заполнить сами. Либо, например, дать вариант для того, чтобы ребёнок зафиксировал. Послание для героя составляется таким образом, что нужно, например, составить смс-сообщение. Сейчас дети даже в дошкольном образовательном учреждении и в WhatsApp общаются, и порой даже групповые звонки отправляют тому, что они хоть и общаются, но ещё информационная грамотность на уровне как раз-таки такого более примитивного. И составить смс-сообщение своему любимому герою и предлагается использовать смайлики, использовать различные обозначения своих эмоций. Пишется текст, можно написать любой текст, отправить это якобы герою, и придумать забавный номер. Что здесь фиксируется? Фиксируется не только понимание того, что какого героя выбрал ребёнок. Во-первых, нужно задуматься, а почему этого героя выбрал? Ну, например, кому-то нравится красная шапочка, кому-то, может быть, понравится, допустим, какой-нибудь богатырь, а кому-то, допустим, может быть, понравятся вообще другие герои. То есть всё ведь зависит от личностного восприятия и от понимания того, что ему интересно. То есть каким образом он себя ассоциирует. Неспроста дети выбирают тех или иных героев для игр. Мы понимаем, что существуют как раз-таки ролевые игры, когда сюжетно-ролевые игры, когда мы видим как раз-таки картинку из своей жизни, потому что дети воспроизводят то, что они видят у взрослых. Здесь то же самое, потому что он отправляет герою так, как, например, понравилась у красной шапочки, допустим, одежда. Может быть, девочка это тоже бы хотела такой красивый, допустим, как раз-таки накидку. Или, например, толковый словарь. Здесь предлагается, конечно же, отрывок всем известного как раз-таки произведения Чуковского. Телефон, да, здесь прилагается для того, чтобы дети обратили внимание на незнакомые слова. То есть тут повторяется, например, калоши, да, нужно вспомнить, что такое калоши, дать значение рисунок. Ну, например, буквально недавно по всей стране, да, отмечался юбилей со дня рождения Сергея Михалкова, когда дети, в том числе в детских садах, декламировали прекрасно стихи, да, стихотворения Михалкова и проводился своего рода конкурс. Я думаю, что многие из вас слышали про этот конкурс, они принимали, так скажем, активное участие. И, конечно же, не всегда все, так скажем, слова, которые там в этих стихотворениях существуют, да, были известны для ребенка. Почему? Потому что, например, вспомним произведение интересное, да, что у вас всем знакомое. Ведь ребенок воспринимает информацию, которую он видит. Ну, например, мы ходили по неглинной. Мама, что такое неглинная? А что, или, например, там, допустим, есть момент того, что существует профессия, которая не на слуху сейчас. Допустим, мы сейчас чаще слышим про менеджеров, про блогеров там и так далее, нежели о тех профессиях, которые здесь описываются. То есть все это идет как раз-таки развитие не только познавательной области ребенка, но и речевая, да, потому что мы понимаем, что все целостно формирует ребенка в первую очередь. И заметьте, что многие дети, пусть даже малого возраста, да, на уровне, допустим, средней группы, да, не только изучали стихотворения примерно там пару четверостищей, но и старались все больше и больше натренировать свою память и рассказать, потому что ведь конкурс, потому что хочется продемонстрировать все свои навыки и умения. И в связи с этим возникает параллельный сразу же вопрос, если ребенок, в принципе, в детском саду читает, допустим, да, да, возможно, не совсем плавными, так скажем, а наоборот, даже не то, что с логами, а читает как раз-таки, еле-еле буквы собирает, да, соединяя их, но у него есть способность к механическому запоминанию, либо, например, есть способность как раз-таки к тому, чтобы текст понимать, естественно, у ребенка получится и рассказать его, а постепенно и речь развивается, потому что все между собой взаимосвязано. И хотел бы также, конечно, представить еще один пример приема, это карта текста, которая предлагается как раз-таки использовать во время изучения любого произведения, любого жанра. Здесь предлагается создать как раз-таки, можно выполнить как небольшую карту, реально распечатать, можно взять формат А4, альбомный лист, хотите, можете там края, допустим, сделать такими красивой рамочкой. Вот здесь еще раз говорю, все зависит от личности воспитателя, учителя, родителя, законопредставителя, потому что если мы вкладываемся в это, мы, конечно же, получаем обратную связь. Здесь предлагается задать условно ребенку, что машина – это начало путешествия, то есть путешествие по произведению. Если предлагается вершина горы, то это, конечно же, самый интересный момент, потому что вот как самое там кульминационное, да. Черный лес – это что-то непонятное, возможно, даже для него какие-то слова были неясны. Река – это основные события, которые проходили в этом произведении, да. Следы – это то, что ведет героем произведения. Карусель – самое веселое место в книге, может, какое-то слово его забавило, либо, может быть, какой-то сюжет стал интересным для него. И домик – это конец путешествия. И вот предлагается как раз-таки на этой карте расположить, можно распечатать, как угодно, да. И ребенок должен поэтапно рассказать. Если применить данную карту текста, допустим, для детей, которые же умеют писать, ну, естественно, возникает сразу же ассоциация с младшими школьниками, конечно же, ребенок может прописать. Но не обязательно же прописывать, можно и рассказать, чтобы, опять же, непосредственно речь развивалась у детей. И такой, как раз-таки, прием, он позволяет ребенку визуализировать информацию и представить ее в более таком наглядном, интересном варианте. Смотрите. Конечно, я постаралась еще ряд упражнений включить, которые позволяют как раз-таки развивать и беглость в чтении, и концентрацию внимания, межполушарное взаимодействие. Зашумленные тексты. Многим известны зашумленные тексты. Они располагаются, конечно же, текст располагается в определенном порядке, да, но, например, здесь предлагается читать самые большие буквы. Но слова, то есть само по себе содержание текста согласно возрастным особенностям нужно подбирать. Если мы здесь видим, допустим, да, то, что вот У, например, как раз-таки видим, да, уют получается, либо, например, сон, то есть ребенок ведь должен визуально как раз-таки концентрируя свое внимание, определить, какая из этих букв-то больше, которая поменьше, а потом еще меньше. То есть это даже вот своего рода как раз-таки развитие не только понимания концентрации внимания, но и как раз-таки уровень его мышления. нужно ранжировать, да, и вы видите, что здесь вроде бы слова все-таки легкие, которые, в принципе, понимаются детьми, но можно подобрать своего рода слова. То есть главный принцип, что все слова начинаются тут из трех букв, да, мы видим дом, например, да, лаю и так далее, и каждая буква по мере как раз-таки прочтения этого слова уменьшается по размеру. Или, например, прочитать слова, написанные разными как раз-таки буквами, да, шрифтами. Обратите внимание, здесь точно так же. Тут уже можно предоставить данного рода текст для детей младшего школьного возраста, потому что детки уже умеют читать, и они начинают выбирать. Но самое интересное, что зашумленные тексты могут представиться и в русских народных сказках. То есть это могут быть на текст наложены полосы различного рода, да, либо, например, половина текста съедается, да, как будто бы, и вот нужно восстановить. Это и есть как раз-таки и развитие памяти, потому что ребенок должен вспомнить содержание этого сказки, например, и в том числе концентрация внимания, воображение, мышление, развитие речи, усидчивости. Ведь не каждый ребенок возьмет такого рода текст и спокойно, без каких-либо психологических расстройств, да, он начнет спокойно вычитывать. Некоторые дети реагируют следующим образом. Да не хочу я это делать, какая-то ерунда, я не понимаю, у меня не получается. То есть есть момент того, что нужно просто создать ситуацию успеха, поверить в него и постараться ему помочь. Ну, например, давай вспомним с тобой, как ты думаешь, на какие это буквы похожи? Здесь элементарно даже начертание букв для него что-то обозначает. Здесь представлены лиса и журавль и зайкина избушка. Но еще раз говорю, вы можете выбрать любой текст, главное, принцип соблюсти. И следующий тоже зашумленный текст – это зазеркалье. То есть когда идет слева, когда идет как раз-таки текст наоборот, читается, ну, можно использовать точно так же подручный как раз-таки предмет, как зеркало, и просто продемонстрировать, каким образом можно прочитать. Ну, допустим, в моем детстве мы так часто делали, когда мы пытались зашифровать какое-нибудь послание для своей подруги, допустим, сестры, естественно, мы шифровали наоборот. То есть это, опять же, учит детей размышлять. Ну, перевертыш – это как раз-таки вы видите такого рода, как Люба варила компот, да, текст, когда нужно тоже, опять же, уметь варьировать в тексте. И важно то, чтобы дети сначала постепенно, да, все больше и больше увеличивая как раз-таки сложность текста, привыкали. То есть мы сразу же не даем, как гром среди ясного неба, естественно, не пугаем детей, потому что они в первую очередь нацелены на то, чтобы успех был. А для этого нужно сначала с незнакомым познакомить, рассказать, примеры привести, а потом уже постепенно дать на самостоятельное, так скажем, изучение. Еще один из вариантов, и мы близимся как раз-таки к завершению, это тесты, которые здесь предлагаются, они вы можете найти в том числе и в учебных пособиях, но почему именно эти тесты представлены, да, таблица Шульта или тест Труппа? Когда мы пытаемся нацелить, да, на формирование функциональной грамотности в современных условиях, когда речь идет о универсальных учебных действиях, речь идет о мягких навыках, когда мы говорим о мобильности, оперативности, креативности мышления, конечно же, такого рода тесты позволяют натренировать мыслительные операции. Вот, например, необходимо назвать цвет слово, а не само слово, то есть зеленый, да, не желтый, или, например, красный, а не синий, то есть таким образом как раз-таки идет концентрация. Почему бы не позволить как раз-таки ребенку пройти такого рода тест, ведь худо не будет, потому что ребенок начинает как раз-таки что делать? Вот эта беглость, то есть быстрота, реакция идет, рассматривает, увидел, ага, я, например, желтый вижу в первую очередь, не зеленый обращаю внимание, но вспомните, например, когда они завязывают шнурки, или, например, застегивают молнию, или шапочку завязывают как раз-таки, что происходит, даже завязать вот эту вот шапочку на как раз-таки веревочку, которая чаще всего зимой носится, у детей возникает вот это вот ощущение того, что он что-то делает не так. Нужно посмотреть к зеркалу. Пока вот мы тренировались с младшей, да, нужно было ей подойти к зеркалу, многократно вот эту петельку показать, каким образом завязывается, потом получается бантик, а вот потом вот тут вот подтянуть. Это что? То есть то, что мыслительные операции бегло должны сформироваться до уровня навыка, чтобы это возникало потом уже все больше, больше и больше. И элементарно, допустим, есть момент того, что когда вы, допустим, проводите режимные моменты, например, на уроках, прошу прощения, режимный момент, допустим, по как раз-таки физическому воспитанию, когда у них утром обязательно в начале дня есть зарядка, да, все выходят на зарядку, но, естественно, если позволяют в садике кадровый состав, существует зал, существуют все принадлежности, потому что есть такие садики, где этого нету, и, естественно, ребенок что делает? Выполняет за вами все задания. Чаще всего, вот вспомните, например, да, вы показываете, например, чтобы подняли правую руку, зеркальное отображение, да, идет. Опять же, ребенку нужно переосмыслить, поэтому такого рода как раз-таки приемы, тесты, они позволяют просто и легко у ребенка как раз-таки эти способности развивать, чтобы мозг научился думать, потому что чем больше мозговая активность, тем больше ребенок начинает соображать. Но здесь единственное, не перегнуть палку, потому что существует золотая середина, отдых тоже нужен. Таблицы Шульта, они бывают разного рода, даже и на буквы, и в том числе на цифры, когда необходимо найти по порядку числа. И еще один момент, потому что интересного много, охота было показать. Вот здесь вот для вашего внимания представлена работа дочери младшего возраста, как раз-таки ей, когда она выполняла эту работу, было, получается, около шести лет, примерно пять лет и восемь месяцев, так скажу, да, работа была выполнена по стихотворению. Старшая учила Клещеева скучная картина, а она запомнила так. То есть на тот момент для нее было трудно что-то там писать и так далее, она зафиксировала в своей памяти картинками. То есть весна, это девушка какая-то там пришла, сердце, там солнышко просит сердце света и тепла, да, мрачная там картина, то, что дом такой весь черненький, рядом рябина, конечно, дерево у нас тут получилось таким родом, но самое главное, что она зафиксировала так. Было удивительно, когда старший ребенок наизусть читал стихотворение, а для младшей было лучше зафиксировать такими картинками. И рядом стоит картинка, на экране вы сейчас видите, из интернет-источника, то есть тоже похоже как раз-таки сюжетно на стихотворение Плещеева, но, обратите внимание, представлено в интернете, то есть выполнено более аккуратно, а здесь реальная работа. То есть опять же идет момент того, что дети, они настолько открыты к знаниям, что если создавать условия, то тем более при способностях они развиваются намного больше. Если мы рассматриваем, что вот, например, ему нельзя, ему еще рано, ну, это рано и будет так, не будет наступать до того момента, пока мы будем его ограждать, то есть как бы в теплице. Не зря же говорят, даже вот, допустим, пока он не дотронется до чайника, когда горячий, он не поймет, что это горячо, но в этом роде. И, уважаемые мои, хотела бы постепенно завершить. Это вот уже работы, которые мы выполняем со студентами на дисциплинах в нашем ВУЗе, для того, чтобы вы видели, что не только работы существует такого плана, как и, допустим, для дошкольного возраста, младшего школьного возраста. Самое интересное, что такие творческие работы раскрывают и обучающихся на уровне ВУЗа, потому что есть понятие того, что изографы, вы знаете, да, как раз-таки можно найти подобные картинки, но здесь мы дополнили тем, что, во-первых, нужно найти в соответствии с этими картинами изображение изографическое, ну и плюс еще, развивая как раз-таки память, переворачиваются картины, и нужно эти карточки найти. Вот, например, Ёж, допустим, находится здесь, и нужно вспомнить, они же все перевернуты, а на обороте не нарисовано, там специально заклеено как раз-таки фоном, чтобы не отсвечивало. Найти, где было изображение изографический Ёж. И, конечно же, здесь есть момент того, что ребенок не только находит пары, то есть развивает свою память, но и в том числе воображение, потому что нужно исполнить как раз-таки такое действие, как логические операции, да, анализа, синтеза, сравнения, сопоставления и сделать вывод. Представьте, вот столько действий выполняет ребенок. И, конечно же, мы ему даем время подумать, потому что он не взрослый, чтобы по щелчку все выполнить. Это вот как раз-таки работа, одна из работ студентов, с которой мы работаем в рамках наших дисциплин по внеурочной деятельности, по педагогике, по методике обучения русскому языку и литературному чтению. То есть творческих работ у нас очень много. И, естественно, мы стараемся во время практики на уровне дошкольного образовательного учреждения либо начального общего образования реализовать, чтобы дети увидели что-то интересное, новое. Самое такое, так скажем, удивительное, что в интернете можно найти это все. Но попробую еще выполнить. И постепенно, завершая наше сегодняшнее вещание, я хотела бы продемонстрировать также популярный метод как раз-таки по креативному мышлению. Это психологом разработано Эдвард Дабано «Шесть шляп». Когда «Шесть шляп» мышления для того, чтобы не только ситуацию, не только задачу, не только проблему можно рассмотреть по этим «Шести шляпам». Ведь изначально психологам был разработан данный прием для того, чтобы проанализировать проблему, которая касается этой личности. Но далее уже применяя ее на практике непосредственно учителями, в том числе воспитателями, и, конечно же, можно и использовать у себя, так скажем, в обиходе родителя-ребенка, когда каждая шляпа, тот или иной текст, ну, например, вспомним, мы сегодня многократно называли «Теремок», русскую народную сказку «Теремок», можем представить, что здесь было проблематично. Например, ребенок может ответить, «Медведь не влез, сломал домик», да? Или, например, эмоции. Какие возникали эмоции? Наверное, радость, огорчение, да? Что можно представить в фактах? Факт есть в том, что у каждого животного, да, гостя, такого вот, жителя этого теремка, была какая-то как раз-таки кличка, то есть интересное название – мышка, нарушка, допустим, висичка, сестричка, волчок, серый бочок и так далее, да? Или, например, творчество. А каким образом можно завершить эту сказку? Давай подумаем. Может быть, мы споем сказку, иногда ведь дети запоминают как раз-таки в песнях больше, а может быть, мы с тобой придумаем продолжение, ну, например, давай, что придумать можно? Или, допустим, может быть, мы с тобой сейчас ее инсценируем, то есть обязательно здесь не только работа в группах, потому что, да, в группах, конечно же, легче, потому что на каждую шляпу, например, там 2-3 человека, если есть, идет мыслительная операция разных личностей, идет коммуникация между собой, и дети предлагают варианты в большом количестве. Главное, чтобы ребенок взаимодействовал. Почему бы родителю с ребенком вместе это не проделать? Ведь не обязательно, допустим, распечатать такие шляпы о детях, точно так же объяснить, что это цилиндр, а что такое цилиндр, давай мы с тобой вспомним, а давай мы с тобой узнаем. То есть таким образом как раз и детей мы развиваем. Ну и синяя шляпа здесь предполагается обобщение для того, чтобы подвести итог, то есть как проработали и так далее. Часто используется точно так же с детьми не только ступени начального общего образования, но и более старших. И непосредственно все проговаривая вам, уважаемые слушатели, завершу следующей цитатой Сергея Михалкова, которая звучит следующим образом. Сегодня дети, а завтра народ. И хотелось бы прокомментировать то, что на самом деле мы, конечно же, имеем огромную миссию того, что воспитываем будущее. На уровне того, как Личность имеет, допустим, беглость в чтении, или, возможно, мышление прекрасное, или, например, у него есть как раз-таки индивидуальные, так скажем, особенности. Но, однако, наша миссия одна — воспитывать народ. Это наше будущее. И поэтому, насколько мы с вами, уважаемые слушатели, а я знаю, что практически все из вас как раз-таки педагогические работники, будем разносторонне преподносить на занятиях материал настолько прекрасно, гармонично, комфортно. Личность будет развиваться, начиная от ступени дошкольного образования до непосредственно высшего образования и далее. Почему? Потому что, когда идет как раз-таки единство, а преемственность между ступенями, она прописана и в нормативных документах, и чисто физиологически, согласно возрастным особенностям развития любой личности, существует между каждой ступенью преемственность. Поэтому важно учитывать, конечно же, индивидуальные особенности ребенка. Я желаю вам всего доброго, благодарю вас за вопросы, постаралась на все вопросы ответить. Давайте посмотрю здесь. Ага, про минуты ответила. Ведь каждый функционал грамотности содержит разные мыслительные операции типа мышления. Да, и дети все разные, потому и был вопрос времени думать. А, спасибо. Да, то есть мы с вами уже продолжили, так скажем, непосредственно ответ. Будут ли у вас еще вопросы? Так, вопросов пока нет, да? Конечно, проговаривая о функциональной грамотности, в том числе об индивидуальных особенностях детей, здесь можно многократно говорить, но самое важное – это создавать ситуацию успеха. Создавая ситуацию успеха, дети как раз-таки получают вот этот вот посыл для развития. Уважаемый слушатель, тогда я отключаюсь. Я так поняла, что вопросов больше нет. Спасибо вам. Желаю вам удачной недели, тем более скоро праздники. Поэтому, конечно же, вам успехов также. По поводу сертификатов сейчас вам ответят уже организаторы. До свидания.